Ну и сегодня мы отправляемся в наше путешествие. Мы выходим уже от там, где мы живем. И сейчас ждем автобус, потому что сегодня у нас путешествие. А куда, я вам расскажу чуть попозже. Ну что, Захар, вкусно? Здорово, бомбейская. Бомбейская? Выгружается наш автобус. И сейчас пойдем кушать. А сейчас мы остановились на 20 минут такой байкерской кафушке, чистой испанской. И посмотрим, чем они нас накормят. Ну и что тут есть, перекусим. Мы едем дальше. Пошлите со мной. А ура, вовремя, 5 минуты. Да, 5 минуты. Окей, спасибо. 1 секунду. Ура, вовремя, 5 минуты. Этот хлеб, получается, они выдают этот хлеб, с чем они выдают этот хлеб? С паштетом, с джемом, с сыром, с беконом. С каким-то томатом, кусочки помидора, маслица, то есть каждый мажет с чем-то хочет. Ну и вот такая вот кафешка. Сейчас я вам покажу ее немножко больше. Вот так она колоритненько выглядит. Вот этот хлеб я не вижу, есть, получается, куски большие, есть маленькие. Вот такие огромные булки. В принципе, как мы их спросили, они сначала перерабатывают вот такую вот корзину в течение двух-трех часов. Ну и вот сама кафешка. Едем мы с вами сегодня на океан, в город Барбаты, где будет проходить уже 12-я по счету гастрономическая неделя красного тунца. А мы с вами посмотрим на этот красный тунец, узнаем, как его ловят, попытаемся даже попробовать, вкусный он или невкусный, оценим. Вот так что оставайтесь на канале, подписывайтесь, кто не подписался. Ну и поехали дальше смотреть, что у нас выйдет из нашего путешествия. Ну что, ребята, уже подъезжаем. Дорога наша длилась два с половиной часа. Но в эти два с половиной часа входил и забор людей, и наше придорожное кафе, в котором мы перекусили, попили кофе, немножко отдохнули. И сейчас уже подъезжаем. Барбаты – это маленький городок на юге Испании. На сегодняшний день этот город является лидером по ловле тунца в Испании. Занимает он всего лишь 142 километра, и население у него составляет 20 тысяч человек. Барбаты расположены на побережье Атлантического океана, в 50 километрах от Тарифы. Интересно еще тем, что здесь расположены настоящие ветряные фермы, и количество генераторов переваливает за сотни. Как бы сам городок Барбаты не является знаковой туристической достопримечательностью Испании. Он расположен на одноименной реке и живет всего лишь рыба и океана. Так что здесь все напоминает о рыбацкой жизни, но мы это посмотрим впереди. Умка-пот, океана! Субтитры подогнал «Симон» Спасибо! 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 итак мы ходили гуляли и сейчас решили зайти что садимся здесь пунчик то что вы хотели вам показать сегодня на этом фестивале на фестивале правда он только продается здесь есть вот такие вот красивые куски этого красного оттона такие жирненькие красивые и вкусные ну вернее так вкусные они или нет мы с вами посмотрим чуть позже а сейчас а то на его окрестности ну что будем выбирать вот и дело есть этот оттон красный на сковородке 14 евро дальше так что этот оттон может быть возьмем паэлью или не будем паэлья очень вкусная но вот еще есть какой-то тоже но это все на гриле красный оттон на гриле да вкусненько ну типа сока такое так что наше здоровье и мыть это у меня получается пинта де вера но кон и лимонад то есть красное легкое весеннее вино с лимонадом но у димы пиво как обычно ваше здоровье ай так а вот нам и принесли этот известный красный оттон что сейчас будем пробовать захар уже сидит стучит вилкой да ну давай пробуй расскажешь нам нежный с косточками невозможно это филе оттона про оттон ром ну что за хар вкусно бомбейская папа тебе как вкуснее дача в обычную сочнее а пиво как третий бокальчик нормально идет для на моторка молодец все креветки мои просто не передать видите ли вы тут еще креветки если да, ставьте лайк конечно же мы решили что-то закусить нашли здесь вот такую вот мороженец с такими колоритными тетечками в костюмах и сейчас попробуем мороженое на закуску что ребята уже стоят в очереди все в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok